Мы начинаем очередную онлайн конференцию и сегодня у нас в гостях глава департамента городского хозяйства Вадим Хочелков. Также в студии корреспондент Сиапресс Нуреев Юрий и главный редактор газеты Новый Город Тарас Самборский. Вот. Интересная тенденция. У нас обычно встречи с коммунальщиками или хозяйственниками происходят перед праздниками. То есть у нас первый раз Владимир Базаров на онлайн конференции был как раз накануне 23 февраля. Год назад. Там дальше еще были, конечно. Мы встречаемся накануне. Здесь, кстати, можно поздравить, да? Можно. Но это мы обычно делаем, когда уже спешим на фуршет в конце. У нас сегодня фуршета нет, поэтому еще рано. Но, тем не менее, да, можно. Но в любом случае разговор не праздный. Не праздничный, да? У нас заканчивается зима. И, естественно, есть повод поделиться какими-то итогами или выводами. И вот первые итоги и выводы у нас был на зайте опрос по оценке работы коммунальных служб по уборке снега. Вот. Ну, можно сказать, что без нареканий о том, что коммунальщики работают без нареканий, сказали 3,2%, а в целом справляются 34%, считают. И работают удовлетворительно, часто можно наблюдать слабую работу, 37,5%. Вот. Интересно, цифра работает из рук вон плохо, город завален снегом, 24%. Ну, затрудняется ответить 1%. Вот. Ну, собственно, вот давайте вот с этой вот цифрой как раз и начнем. 24%. Очень много нареканий было на уборку снега, в этот раз даже не на улицах, улицы-то вроде чистили хорошо, да, но так, а во внутридомовых территориях, вот, внутридомовых проездов и во дворах. Вот. А как-то будете решать эту проблему в следующей зимой? Я бы ее разделил, уборку именно внутридомовой территории. Есть внутридомовая территория, которая четко закреплена за управляющей компанией, которая собирает в течение 12 месяцев денежные средства, да. И плюс есть те белые пятна. Белые пятна получились вследствие поставки на кадастровый учет земельных участков на придомовой территории, не в тех границах, которые были утверждены администрацией города. Как мы знаем, любой собственник может, ну, говорить на новом доме, как жилого, так и нежилого помещения, прийти в кадастровую палату, заказать у инженера техплан, он его утвердит. Что, есть эта проблема, что нами было сделано в период 2013 года? Это было проинвитаризировано и выявлено вот 30 таких, 30 тысяч метров квадратных техземельных участков, которые, ну, по факту-то муниципальные, ну, являются бесхозно, потому что на них не зарегистрировано право. Соответственно, нами была проведена соответствующая работа, определён подрядчик, и эти 30 тысяч метров квадратных на сегодняшний день убираются. Ну, это какие-то пустыри. Это пустыри какие-то? Нет, это именно внутриквартальные проезды. Ситуация действительно смешная, это камень, конечно, в наш огород. Это когда между двумя придомыми территориями есть какое-то пятно, которым как бы пользуются все, но оно никому не относено. Ни к муниципалитету. То есть, вы не скажете, что вот те 2-4 процента, которые считают, что снег убирается из рук, он плохо, сталкиваются вот именно с такими пятнами, да? Это часть проблемы именно с такими пятнами, и часть сталкивается с нерадивостью управляющих компаний. Ну, да, управляющая компания – это отдельная тема. А вот эти вот огромные кучи снега, которые внутри дворов находятся, это как раз и есть вот эти самые белые пятна? Нет, кучи, которые снегу у нас образуются, это плохая работа или отсутствие, скажем так. Но они по нормативу должны... До 7 дней поправим благоустройство. Если не больше 7 дней. Они в соответствующие у нас структуры ездят. В данном случае у нас создан в рамках департамента городского хозяйства, отдел по муниципальному жильщику контролю. Мы по заявкам выезжаем, выписываем предписание. И благо у нас сейчас появился большой плюс, буквально где-то неделю назад. Мы имеем право уже составлять протокол не только предписания, да, о том, что управляющая компания, вот вам предписание, устраните. Устранили мы там прокуратура и так далее. Это достаточно длительный путь. Мы это с вами. Поэтому вопрос был решен. Мы имеем право уже, если в случае предписания не выполнено, мы составляем протокол от административных нарушений и направляем наш в административную комиссию. Очень хороший, кстати, рычаг. То есть вы штрафуете? Совершенно верно. Ну, какие порядки суммы? Лежит куча снега там во дворе в любом. Там доходит до 300 тысяч рублей. За раз или там за месяц? За раз. А кого штрафуете? Управляющая компания. И в том числе есть такие же полномочия ГИБДД. Они нам очень совместно, мы отработали это январь-февраль месяц, и действительно нерадимые управляющие компании были выписаны соответствующие. Это очень сильно бьет. В продолжение. Реакция жителей какая-то следует. Вот люди видят, что вы все-таки влияете на эту ситуацию. Потому что вам же, вот, да, вы огребаетесь, огребаетесь вот за это дело, а не управляющие компании. Да, совершенно верно. Давайте так. Вот люди видят, да, но реакция, вы же знаете, это менталитет. Если все хорошо, то как бы и хорошо. У нас человек привык реагировать только, когда все плохо. И в этом плане я как бы поддерживаю. Я говорю, идеальная работа для меня, да, это когда про нас, про канувальщик вообще никогда не вспомнят. То есть, оно делается как бы самим собой. Поэтому мы не говорим, что надо говорить там спасибо, да. Уже отсутствие негатива, для нас уже это благодарность жителей. То есть, мы должны, еще раз подчеркну, вот мое мнение личное, да, работать так незаметно, но чтобы все было хорошо. Вот это идеальный вариант для работы коммунальщика. То есть, уборка, там, снега, мусор и так далее, должна проводиться там до 7 часов, до 8 часов утра. То есть, когда мы ведем детей там в школу или так далее, у нас уже весь мусор был убран, уже все посыпано, если необходимо, песком, либо подметено, все почищено и так далее. Ну, это идеальный, конечно, вариант, и к этому нужно стремиться. В противном случае, вот тот негатив, который есть, мы его никогда не сможем изменить. И вот одна фраза из ваших коллег, когда мы встречались с одной из телекомпаний, давала интервью, он говорит, Владимир Владимирович, чего вы должны уже привыкнуть, что и вас, коммунальщиков, и журналистов всегда будут не любить, там, ненавидеть. А я в корне с этим не согласен. Чем, я не знаю, мы хуже учителей, чем мы хуже медиков? Почему мы должны привыкнуть, чтобы нас ненавидели? Значит, надо работать так, чтобы перестали ненавидеть, и люди понимали, что мы действительно работаем на них. Значит, вопрос-то в нас. И может быть, в первую очередь, в нас, и в том числе, где-то мы не дорабатываем с точки зрения показать свои достижения. Хорошо. Вот политика штрафов в отношении управляющих компаний исправляет их работу? Конечно же. То есть, вот они платят, они находят деньги для этого? Или они уходят там в дебиторы, и вы начинаете за ними бежать? Понимаете, что потом придут другие органы. А вы можете вообще сделать так, чтобы управляющая компания сменилась? Или это уже выбор жителей? Это выбор жителей. Здесь будут глобальные такие изменения, хотел бы, если мы уж коснулись этой темы. Глобальные будут изменения, это лицензирование деятельности управляющих компаний. Как вы знаете, соответствующий был указ президента, и сейчас этот документ разрабатывается. Более подробно я хотел бы рассказать, если пригласить через месяц, потому что через месяц я лечу в Москву, именно нас собирают по данному вопросу. То, что касается сменить управляющую компанию, до чего грех отойти. Действительно, это достаточно сложно. Для того, чтобы ее сменить, именно одну на другую управляющую компанию, нужно настолько веские аргументы, и пойти в том числе и в суды, чтобы ее поменять. Потому что никогда управляющая компания, как бы она ни говорила, что да, это убыточно, но это бизнес. Мы же понимаем, что это большие средства уйти. Наиболее, скажем так, если жители недовольны управляющей компанией, то, что сейчас позволяет жилищный кодекс, это, конечно, сменить способ управления. То есть перейти на ТСЖ. Но, если скажете, вот мое мнение, у меня за два года работы в департаменте изменения, к сожалению, кардинально поменялось. Отношения? Отношения именно к ТСЖ. Я действительно, и очень часто, ну раз в неделю однозначно встречаюсь с жителями, и когда проговариваешь про ТСЖ, хочу тоже сказать, что мы проводим семинары ежеквартальные по осознанию ТСЖ. К сожалению, рост ТСЖ не наблюдается. Что такое рост ТСЖ? Количество ТСЖ в городе Сургуте. Достаточно? Ну, это может быть связано с тем, что люди привыкли быть ежедневенцами и ждут от государства в вашем лице, да? Менталитет... Просто бесплатных услуг. Абсолютно здесь согласен. А как экономически подвести к тому, чтобы люди пошли создавать ТСЖ и сами уже нанимали себе управляющих компаний? Экономически, я думаю, что нельзя здесь экономически давить. То есть, если мы какую-то создаем форму, в которой должны люди жить, и это не их волеизъявление, ни к чему хорошему это никогда не приведет. То есть, люди должны созреть. Вот у нас менталитет процентов 90 советский. То есть, мне государство должно, за меня кто-то должен решать. Последний пример, вы его хорошо освещали, это банкротство компании WorldGrid. Когда в течение месяца администрация первый раз с каждым домом, все выходные проводила встречи. Итог был такой. Люди максимум приходили, если так, в процентном соотношении брать, это 5% от всего количества жителей, хотя приглашали, естественно, всех. И мне очень понравилось выражение бабушки, которая сказала всю, она характеризовала все отношения жителей. Бабушка сказала, сынок, ну, понятно, бабушка ко мне имеет право так обратить. Сынок, ты зачем нас собрал? Вот как вы в администрации решите, так и делайте. Вот он. То есть, 20 лет, ну, образно говоря, пока вот... Ну, ясно. Смотрите, лежит куча снега во дворе, не убирается. Вот. Может быть, создать такую ситуацию, при которой жители сами будут решать проблему с этой кучей снега. То есть, пока они не соберутся, не смеют управляющую компанию. Она, ну, разве что растает там, к лету. Хороший пример. Город Новосибирск приведу. В городе Новосибирске, живой пример, нет в тарифе на содержание жилфонда механизированной уборки. Там управляющая компания... Вернее, там поставлен вопрос так. Жители собрали деньги? Убрали. Не собрали? Не убрали. Нет, это тоже нечестно, потому что двор используется не только жителями, всеми жителями, муниципальным транспортом, спецтранспортом. Ну, и другими гражданами и так далее. То есть, вот Новосибирск... Город должен быть на участок. Если вы имеете в виду вернуться к той системе, когда мы субсидировали полностью за счет бюджета, опять же, я возвращаюсь к вашим словам, это прирождает продолжение жилфонда. Я имею в виду поощрение тех домов или дворов, которые создают ТСЖ, да, и начинают реально управлять своей территорией со стороны города. Ну, то есть... Как поощрить? Ну, вот если у вас эффективный ТСЖ, да, если у вас порядок в территории, то город, может быть, там добавляет каких-то денег вот в этот дом. Понимаете? То есть, это же стимулирует, как бы, да, такую вот инициативу граждан. Почему нет? Ну, надо подумать еще раз, в каком виде, да, в каком виде стимулирует. Ну, а как, допустим, за них платить жилищно-коммунальную службу? Зачем за них платить? То есть, как бы, если граждане умеют содержать свою территорию в порядке, если они действительно там занимаются самоуправлением, выбирают себе управляющую компанию, ну, все эти процедуры проходят, то есть, с этой территорией у вас не возникает никаких проблем. Почему бы действительно из городского бюджета им не давать какие-то премии, там, я не знаю. Гранты. Гранты, конечно. А что такого? Вот. Почему бы этот дом не сдвинуть в очереди на капремонт, на который деньги выделяются из городского бюджета, по факту? Сейчас уже нет. Ну, все равно это так или иначе общий кошелек, правильно? Общий большой коммунальный кошелек. То есть, вот, и тогда люди увидят, что, как бы, любить свой дом, там, свой подъезд выгодно, даже потому, что власти городские это заметят и, там, подкинут каких-то деньжат, может быть, там, озеленят им там двор или шлагбаум поставят. Данную схему мы уже проходили, начиная с 2008 года, когда было четко прописано, если дом хочет получить, там, средства из федеральных денег на капитальный ремонт, это, слава богу, полтора миллиарда мы все-таки получили из Москвы, ну, из всех источников, там было, да, одно условие, что в городе Сургуте создавались товарищество собственников жилья. То есть, сначала был процент там не менее пяти, потом, ну, сейчас не, потом стало на последнее время не менее десяти. И действительно создавали эти ТСЖ. К чему это привело? Ну, еще раз говорю, к сожалению, это менталитет. Через год нельзя было найти даже председателя. Он просто говорит, я не хочу ничем заниматься. Он понимает, что ТСЖ – это юрлицо, которое должно отчитываться декларацией в течение года, да, за год и так далее. Не готово, вот, я же не говорю про всех, да, но вот я вижу динамика за два года, к сожалению, люди не готовы взять на себя это бремя. Просто председатель ТСЖ – это человек, который отвечает за финансовую деятельность, отвечает за техническую деятельность, да, за выбор подрядчика. То есть, это он должен взять на плечи. Понимаю, все люди сейчас заняты, да, все работают, у кого ипотека, у кого кредит, и как бы все со своими заботами семейными и так далее. Но есть живые примеры. Вот рядом находится Ленина 19, да, ТСЖ – наш дом. Очень активная женщина, да, вот есть живые примеры, еще раз говорю, но вот того роста, который я планировал, да, к сожалению, нет. Вот с удовольствием бы все их поддержал, и проводим мы семинары, еще раз подчеркну, да. Люди говорят, да, хотелось бы, но и тут же называют причины, да. Но вот у меня работа, мне как бы этим заниматься не надо. Нет, ну, все-таки, вот, как бы заканчивая эту тему, вот, я сошлюсь на опыт, там, европейских стран, там товарищи со собственников жилья поощряются властями. Если дом успешно собирает деньги с квартиросъемщиков, там, на реконструкцию, там, сети, еще чего-то, потому что там собирают деньги еще жильцов, да, вот, то, действительно, государство может им выделить, там, деньги, например, на ремонт фасада, на замену столярки, на ремонт кровли. Ну, какие-либо работы, как бы... Да, конечно, и люди это видят, они понимают выгоду, да, вот, своего такого достаточно активного поведения, и это очень здорово стимулирует рост, как раз, самоуправления собственников жилья. Ну, рассмотрим, Тарас Ильич, еще раз говорю, я готов это рассмотреть. Давайте, да, перейдем к следующему блоку, к автобусу, ну, к транспорту. Есть некоторые нарекания на качество самих автобусов, ну, у нас на сайте можете прочитать полную версию комментариев, да, там, говорят, кривые, косые автобусы, и очень часто ломаются. Ну, собственно, как происходит контроль вот именно за вот этой проблемой, потому что... Ну, я бы не знал, не проблема, одноразовое обращение, ну, нет, тут указано, что там несколько раз за месяц просто сургутянка ездила, может, ей так везло, и она постоянно попадала, да, постоянно попадала на погонки. Да, здесь система контроля, в первую очередь, конечно, от перевозчика должна быть, да, то есть механик тот, который выводит на линию, несет ответственность за то, в каком состоянии в техническом данный автотранспорт выезжает, там, помыт он и так далее. Какие действия, вот, говорю сейчас про администрацию города. Каждую пятницу выезжает комиссия совместно с ГИБДД и делает рейд по городу, по автобусам, скажем так, регулярно, большого и среднего класса. Если он не отвечает тем и тем или иным требованиям, четко прописано у нас соглашение, мы их штрафуем. И штрафуем достаточно серьезно, если говорить за 2013 год, да, штрафов, боюсь соврать, это 6 миллионов, чуть больше 6 миллионов. С одной стороны, как бы, вроде бы сумма, как бы, небольшая, но с другой стороны, ну, если вкупе смотреть все субсидии, то это действие на меры есть. Плюс отдельно сотрудниками ГИБДД, службы технического надзора, также проводят соответствующие рейды. Ну, мы здесь штрафуем. Поэтому работа это, да, проводится. Штраф в городской бюджет? Здесь штрафы, да. Теперь то, что касается, да, действительно, поломок. Из того количества единиц, которые постоянно действуют на регулярных рейсах, конкретно по цифрам, это вот 188 единиц у нас сейчас, по городу Сургута, из которых 50, 181 единица, из которых 51 единица, это так называемый кип, то есть запас. То есть на случай поломок, то есть автобус сошел, вместо него должен, соответственно, замениться и перейти в другой. Поэтому вот то, что женщина, то, что обращалась, ну, действительно, может быть... А такие же требования к резервному фонду автобусному и к частным перевозчикам? Абсолютно. То есть условия по большим и среднему классам абсолютно со всеми. Тот же из ПАПАД, хоть он и общество ограничено ответственно, но 100% уставник, это наша муниципальная собственность. Абсолютно никаких тут, нет, скажем так, привилегий для муниципального... Ну, я, то есть требования. Абсолютно идентично. То есть по ПАПАД нужно абсолютно те же требования выполнять, что и другие подрядчики. Поэтому проводится конкурс и требования абсолютно одинаковые. Но по поводу участников «Газели» вообще исчезли уже? Нет, они не исчезли, их процент резко уменьшается. Какая задача поставлена по итогам, буквально, конкурс, который мы провели, это неделю назад, значит, в ближайшие два года должны быть заменены все автобусы, которые старше пяти лет. То есть у нас не должно быть на маршрутных такси, по старинке называем, автобусов, неважно какого производства, отечественного, либо зарубежного, старше пяти лет. Это первое. Второе. В течение трех лет должны исчезнуть «Газели» и соответствующие все подгазели, это «Реал», «Луидор» и другие модификации, но по факту это «Газели». То есть они должны исчезнуть. Форм-фактор. Да. То есть город Сургут, жители достойные хорошей услуги предоставления, а не ездить на трансформерах, которые прогнили, которые чопиками забиты. Нет, ну это не трансформеры, это просто такие гробики на колесах, достаточно опасные для жизни. То есть эти жесткие услуги прописаны, и те перевозчики, которые выиграли конкурс, они подписались соответствующим соглашением, и мы, естественно, будем контролировать за его исполнение. Если вы посмотрите, уже меняется, насколько больше стало и век тех же «Мерседесов». Я был настолько удивлен, когда перевозчики, еще по прошлому году, приходили, а я их постоянно у себя собираю, говорят, посмотрите, вот какие мы хотим пазы купить. Мне когда сказали «пазы», я говорю, даже не думайте, то есть какие пазы. И когда мне показали новые пазы, если посмотрите оранжевого цвета, да, я был очень удивлен, проехал к ним на базу и говорю, давайте покажите. Три печки внутри, то есть люди уже жалуются, что слишком жарко. То есть система кондиционирования, двигатели очень экономичные, отвечают, тем более, требования Евро-4. То есть здесь у нас идет под контролем, и мы нашли общий язык с перевозчиками, о том, чтобы услуга, самый главный для нас житель, чтобы услуга была именно качественно предоставлена, комфортная, а не ободранные двери. Кстати, количество перевозчиков уменьшилось? Нет. Нет, все то же самое. По газелям ты имеешь в виду? На маршрутных то же самое, 6 единиц так осталось частных. У нас у СПОПАТа нет автобусов малого класса. Доля СПОПАТа в маршрутной сети сколько? Регулярно. Маршрутных нет, а вот... Не-не-не, вернемся к большим автобусам, это СПОПАТ. 42% это СПОПАТ, а остальные, соответственно, 58% это частники. А вы собираетесь унифицировать весь общественный транспорт, включая тот, которым оперируют частные компании с точки зрения внешнего вида автобусов? То есть один цвет, одинаковое оформление, одинаковое табло, на котором высвечивается маршрут, номер. Единобразие, да? Да, да, да. Привезти. Были такие предложения с округа, но они относились к немножечко другому, там такси, чтобы был один цвет. Общественный транспорт всегда же одинаково выглядеть должен, правильно? То есть это как бы один из таких вот элементов городского ландшафта. Ну, хорошее, кстати, да, действительно предложение. Ну, то есть мне как... В принципе, да, вне зависимости от перевозчика, как бы, было четко понятно, что этот автотранспорт, что понятно было, что я приехал в Сургут. Да, нет, это просто общественный транспорт, для меня это все равно. Я оплачиваю за билеты в муниципальный бюджет или частные компании. Ну, не суть важно, да. Да, но я знаю, что с точки зрения безопасности, да, там, качества сервиса, мне одинаковую услугу оказывают, что спопатовский автобус, что какая-то маршрутка, что там, кто там частный, какой-то пират. Есть тема для продумывания? Ну, смешно просто, когда у нас ездит автобус с рекламой, там, какого-то, парк аттракционной под Мюнхеном, да, или сегодня иду в багетную мастерскую, мне как раз нужно тут багеты заказать дома, вот. Смотрю, республики 227. Вот, я уже записываю адрес, на меня дополю, что 227 республики – это в Тюмени, а не в Сургуте. Такого у нас номера дома уже нет. То есть, вот, такие вещи, наверное, надо потихонечку как-то чистить, да, и вот делать единообразно. То же самое касается, вот, просто, вот, нормального оформления номера маршрута. У нас же то, во что гораст. Ну, мы сейчас, вы знаете, и на автобусных остановках единообразие приводим, то есть, у нас расписание движения автобусов единообразное. И в этом году мы тоже, кстати, продолжаем. В порядке такого творческого замечания, вот, я просто удалю фотографию вот остановками, у которых хожу, ну, здесь вот, возле ЗАГСа. Вот, но она вся… У нас был вопрос, Леша, ты понял? Есть вопрос такой. Ну, забежим вперед. Вот, она убитая, конечно, там, там помойка, там, ну, все ужасно. И вот эти вот пластиковые ваши расписания, которые вот вы делаете, они, ну, через неделю, естественно, все оторваны, с корнем разбиты, исписаны. А почему вам не делать просто информационные стенды на бумаге, да, которые там под какое-то, ну, оргстекло прячутся? Ну, порвали, расписали, поставили, просто всунули новый листок бумаги. Это же гораздо дешевле для вашего бюджета делать. Я от вам могу переслать даже картинку, как это делается, опять-таки, во многих городах там и в мире. Напечатайте по графским способам. Жалко вашу работу, уже как в классике. Я его видел, когда его разболвали. Ну, знаете, жалко, не жалко. Мне тоже жалко, когда новый остановочный павильон, который в очень хорошем состоянии, через три дня превращается, за грубое слово, извините, в помойку. То есть, там, не понять, что наклеено. Теория разбитых окон. Через полгода вы приучите. Да, то есть, мы меняем, то есть, это заложено. Я тоже очень надеюсь, в любом случае, мы спустя... И говорим, что все, делать не будем, вот вы там поломали для вас. Нет, в любом случае, и средства на это есть. Кстати, а камеры видеонаблюдения вам как-то помогают с вандалами бороться? Когда у нас вандал в черной, извините, шапочке, и распознать не... Нет, к сожалению. Понятно. Давайте вернемся к автобусам еще. Вот такой вопрос по поводу унификации. Не только внешней, но и более глубокий. Если все перевозчики приведены, так сказать, к одному знаменателю, возможно ли появление такого общего проездного, который будет регулировать перемещение по времени. То есть, можно купить, например, поездку на 30 минут. И за эти 30 минут катиться на любом автобусе, на любой маршрутке и так далее. Можно купить за 100 рублей на полтора часа, скажем. Ну, это такие вот... Годовую проездную, месячную. Про годовую я же не говорю, но хотя бы вот к такому варианту мы вообще можем подойти? Хотя бы в ближайшие лет 10? По времени нет. Объясню почему. Потому что мы можем с вами, купили, ну, допустим, на 30 минут. Если мы едем утром, с учетом того количества машин, которые есть, мы просто можем с вами одно утро проехать за 10 минут, тот же промежуток, да, другое утро можем проехать за полчаса. То есть, иначе говоря, не совсем будет справедливо, как бы за один и тот же расстояние. Мы с вами потратили разное время, ну и, соответственно, оплатили. Хорошо, тогда исчисление будет идти по каким образом? Хорошо, есть разные подходы, есть по времени, есть по зонам, да, вот. Ну, Сургут достаточно, как бы, небольшой город, у нас, в общем-то, все в одну зону вмещается, там только немного пригородных парфюсов. Расскажите, какие планы у нас, да, вот. То есть, речь идет о том, чтобы упростить потребителю услуг общественного транспорта покупку, да, билетов. Вот, сегодня это чисто физическая операция, которая, во-первых, затратна по времени, да, неприятно, как бы, пассажирам и затратна для вас. Да, это тоже неприятно, оно просто неудобно, ну, в тех же маршрутках, когда ты передаешь водителю, и он должен еще, я все время удивляюсь, как он математически, 500 рублей там, что-то... Это профессионализм. Да. Это уже профессионализм. Ну, расскажу про машину. Ну, давайте начнем. При этом есть опыт, да, как бы, который решает эту проблему очень изящно. Ну, начнем, наверное, по шагу. Сейчас задача стоит, это, ну, ближайший, скажем так, месяц-два отработать возможность установки, так называемой, валидаторной системы, но с турникетами, валидаторная система на автобусах большого и среднего класса. Иначе говоря, заводится отдельная карточка, которая может пополнять счет через свою сберку, ну, любую карту, да, допустим. В терминал скинул мне, сколько тебе необходимо средств, турникеты. Стандартно, это на входе, на выходе. Вы хотите турникеты поставить в автобусах? Да. Это же катастрофа. То есть это опыт, который в Москве, Собяев, признан как чудовищный, и сейчас все турникеты демонтируют. Знаете, у меня специалисты ездили в Москву, там другое мнение, когда у меня встречались именно с ГУПами по поводу валидаторной системы. Живой пример, почему вы говорите без, ну, допустим, без турникетов. Вот в городе Нижневартовске, да, было применено валидаторной системе без турникетов. Там работало два программы продукта, скажем так, да, через которые это все счивается. Один уже панкрот, то есть он не оправдал себя. Второй настолько в сром виде, когда идет погрешность, ну, там, не менее 20%, к сожалению. То есть когда толпа идет, то есть она же должна зафиксировать, что она прошла? Нет, ну, эта система построена на однозначное неверие в порядочность наших пассажиров. Вот, то есть они все будут ездить зайцами, они не будут платить. То есть для этого, собственно, делается турникет. Будут, совершенно верно. Вот, а, ну, тупиковая модель, потому что, как бы, вот вы же воспитываете граждан, да, вы ремонтируете остановочные, комплексы, которые там гандалы, да, разрушают. То есть вы как-то все-таки верите потенциально в то, что люди... Через год, через три... Ну, когда, ну, когда. Людей формировать надо, конечно, не одним щелчком пальца. Вот. Нет, я не знаю, почему вам так в Москве сказали, но все, что я читал про московский опыт, это признание именно опыта с турникетами, как ошибочного и очень усложнившего работу общественного транспорта. То есть это правда. То есть, если надо, мы, может быть, даже поднимем там никаких публикаций, там, продублируем у нас на сайте. Вот. Но москвичи и сами, кстати, жители, они сказали, ну, во-первых, это просто давка. Да, это просто давка. Потому что если час пик, попробуйте там 20 человек запустить через турникет в автобус. Любая схема, любая система, есть плюсы, есть минусы. Хорошо. Вот минусы, минусы какие здесь, если мы… Общественный транспорт становится более длительным, да, соответственно, вы уже тогда не убедите людей, что выгодно ехать автобусом, а не личным автомобилем. Вот. Я бы не был столь убедительным. Хорошо, давайте тогда возьмем схему без турникетов. Мы понимаем, что на сегодняшний день автобусы только субсидируемые. Они не выживут в случае, да, с учетом стоимости проезда 19 рублей, автобусы не выживут, перевозчики не выживут за эту стоимость. У них доходная часть, это за счет только продажи билетов. Если увеличится количество зайцев, значит, разница между доходной частью и получаемой субсидии будет только расти. Вот денег больше, бюджет, выделять субсидию на погашение затрат, которые несут, не будет. Ну, просто все. Вот 723 миллиона, которые сейчас есть, если честно, это предел. Несмотря на весь рост ГСТМ, несмотря на все другие факторы и так далее, это все предел. Если на сегодняшний день запустить эту схему, должно быть тогда пошагово. Первое. Организовать работу. Вот я для себя это вижу, да, если параллельно путей. Первое. Это должен быть жесткий контроль, должны быть определены правила игры. То есть, если ты зашел с зайцем, тот же Запад, да, приводим, ту же Европу, допустим. Должен понимать, что через, на следующей основке к тебе могут подойти, тебя могут поштрафовать. Я это имею в виду. То есть, вот, простите, я уточняю просто по ходу. Я, например, боюсь ездить с зайцем, да, хотя в большинстве стран Европы вообще нету никаких турникетов. Там в метро свободно заходишь, там в автобусы. Вот. Но платить штраф 100 евро за то, что я сэкономил там 5 евро, это просто безумие. Естественно, я заплачу за... Почему я говорю 5 евро? Средняя стоимость проездки, одной поездки в общественном транспорте в мире, это как индекс Бикмака, да, это 1 доллар или 1 евро. То есть, в Америке доллар, в среднем, одна поездка в Европе стоит 1 евро. И когда вы говорите, что она стоит 19 рублей, да, то есть, там, два раза меньше, вот этой... То есть, ну, я, может быть, сейчас скажу страшную вещь, но я считаю, что надо просто поднимать стоимость поездки в общественном транспорте, вот, направлять дополнительные деньги в его развитии, делать граждан просто еще более удобную поездку, да, там, рейсовым автобусом. И тех людей, которые сегодня кондукторят внутри автобусов в меньшем количестве, просто выставлять вот на эти самые рейды, а может быть, вместе с ГИБДД, и автобус приехал, покажите билетик выборочно. Я уверен, что за год, за год у людей изменится та самая ментальность, про которую вы говорите. Все правильно, ну, две части, да. Первое, но надо создать сначала для этого базы. То есть, мы должны с вами увеличить штраф и сделать его, там, не минимальный, так? Конечно. То есть, по шагу, если, да, соответствующий, должны быть, там, применены и так далее и тому подобным органами, там, штраф. Ну, я, ну, на мой взгляд. Ну, это же недолгая процедура, то есть, при желании власти это провести. Желание власти чьей? Ну, вашей, вы представитель власти. Совершенно верно. Только у каждого есть власти свои полномочия. Я понимаю, что сейчас будет негатив, да, вы ничего делать не хотите, поэтому просто у меня вот этих рычагов нет. Я вынужден, да, признать. То есть, я не могу поставить, установить, там, штраф, допустим, ну, вот, пусть он будет, вот, я думаю, что пять тысяч рублей будет вполне достаточно. Вот, вот пять, ну, может, четыре, там, пять, не суть важная, да, но, к сожалению, вот это ко мне полномочия эти не относятся, да. Я тоже понимаю, какой тернистый путь надо выйти на федеральный, чтобы именно за такое нарушение, да, ну, сначала... Это же не федералы принимают решение, то есть... Выйти там на окружной, да, чтобы он был единый, там, для города, для всей области, ну, для всей нашего округа, либо, там, отдельно для нашего города, то есть, ну, хотя бы единобратье было. Я понимаю, что Пашаково, что в течение года, даже двух, да, эту систему не создать. Поэтому, как промежуточный, как промежуточный, я все-таки бы не отказывался сейчас от валидаторной системы. Теперь, то, что вы проговорили по поводу 19 рублей. Да, действительно, за последние три года мы пытаемся и направляем документы тоже. Ну, тут не наши полномочия, это реалия, да, в региональном службе по тарифам окружной. О том, что вообще обоснованно для города Сургута, я думаю, что если бы у нас с вами стоимость проезда стоила 25 рублей, даже по сравнению с другими, да, городами, город Тюмени, и к Тюмени, я не говорю, уж город Москва, где меньше 40 проездов. Я говорю, одно евро стоит средняя поездка. При этом, если человек покупает годовой абонемент, пусть для него и обходится в 19 рублей поездка. Пожалуйста, если он не пострадает. А разово, вот я купил сейчас, в том числе я хотел бы купить через сотовый телефон. Вы не хотите внедрить такой сервис? Покупка билета через сотовый телефон. СМС-сервис очень удобно. Ну, в данном случае мы хотим сейчас, прорабатываем с банками, это система, вот эта валидарственная система, что через банковскую карточку, именно можно, или через любой терминал соответствующего банка, именно пополнить счет. Будет приходить смс-сообщение, то есть, как обычно. Я могу на ваш смс-адрес отправить смс-ку, там поездка 100 рублей, поездка 19 рублей. Мне приходит отзвон, и я спокойно с этим телефоном захожу и еду. Это очень удобно. Когда у тебя нету наличных. Тарас Ильич, это все хорошая идея, только я хочу немножечко вас приземлить. Ну, давай. Все-таки давайте исходить из тех реальностей, что можно сделать, да, ну, я говорю, можно сделать, вот, как хорошее, да, предложение, там, сделать везде город с РУЦАД, но мы понимаем, что для того, чтобы его сделать сайт, а нужно ли затрачивать такие безназначные суммы, это вот возвращаясь немножко к теме, да, сквер и так далее. Ну, хороший, да, есть тема для обсуждения, да, но... Просто я считаю, что покупать турникет, это дороже, чем не покупать турникет, а наладить работу контролеров, которые будут вылавливать зайцев. Контролер тогда должен... Ну, сейчас и так, в каждом автобусе у вас ездит контролер. Валидаторная система же турникетная позволит именно отказаться от контролеров. Ну, вы не откажете от контролеров, вот. Вы создаете... Ну, хорошо. Давайте по поводу даты. Когда именно ждать как раз турникетов, валидаторной системы? Точно даты вам еще не скажу, я еще раз говорю, что сейчас ведутся переговоры. Ну, то есть, в каком-то ближайшем или более-менее ближайшем как мы достигнем договоренности, я вам все это расскажу. Да, я хотел бы все-таки закончить эту тему вот такой ремаркой. Мне кажется, любые вот преграды на пути, да, вот, ну, человека, вот, это ограничение его свободы передвижения. Турникет — это ограничение. Мы и так живем в перманентной ситуации, когда нас во всем ограничивают. Туда не ходи, тут запрещено, это не делай. Вот. И оно тогда, вот, внедрение такой системы, оно, задача вот, развитие, там, комфортной среды для горожан, оно немножко суживается, понимаете? То есть, люди сталкиваются с каким-то барьером, чисто даже на таком психологическом уровне. И это может вызвать большее психологическое отторжение вот у ваших потребителей, ну, чем какая-то другая система, когда человек боится потерять просто свои деньги, если он будет безбилетником. То есть, вот, загнать дисциплинированную толпу в автобус через турникет можно. Это как раз соответствует нашей советско-русской элементарности, вот. А обучить людей быть дисциплинированным и исполнительным по отношению, там, к собственному городу, ну, задача послочнее, но зато она, мне кажется, дает большую потом финансовую экономию, в том числе, города. Ну, возможно, но, еще раз, мы должны подготовить сначала менталитет. Вот мы с вами обо всем говорим, вот, менталитет еще не готов быть дисциплинированным, если мы до сих пор продолжаем не платить налоги. Я вот, возвращаясь к налогам, буквально вот на прошлой неделе мы собирались в налоговой, да, говорит, помогите, люди там не платят налоги, ну, в части сдачи там квартиры и так далее, да. На Западе одно из самых тяжких преступлений является неуплата налогов. А у нас? Я не знаю, ну, так накажите тех, кто не платит налоги, это же так просто. Нет. Что, налоговая инспекция плачется, она государственный орган, она, то есть, есть государство. Ну, немножко другая тема, я вам к чему говорю, что система немножко разная, то есть, менталитет самих людей, да, мы сейчас вот дисциплинированным просто не готовы быть. Если мы с вами нарушаем по мелочам, чего говорить о, как бы, о более глобальных вещах, и плюс все-таки система наказания, она не настолько сейчас, а по-другому нельзя. То есть, за любую провинность должна быть система наказания. Вы согласны? В противном случае произойдет анархия. Пойдем в другую тему, я... Еще одна ремарка про новые автобусы говорим. Была идея пустить старый автобус по историческому маршруту, тут оранжевый лиазик, да, вот, она как-то движется или нет? Ну, должен признать, да, пока и в дальнейшей реализации я в тупике. То есть, то, что планировали через ПАПА, там, приобретение и так далее, к сожалению, не позволяет. Приобретение у него не осталось в запасниках, в архивах? Да, в архивах нет. То есть, приобрести более-менее поддержанный не входит в его статьи расходов. О каких суммах идет речь? Минимально, да, стоит, которые нужно подделать. Меньше, чем, если, 12 миллионов, по-моему, ровно. Ужасто. Вот жаль, я по поводу... Нет, мы, вот, почему жаль, мы не единым годом с вами живем. Мне идея-то очень, кстати, нравится, поэтому я ее не оставлю, скажем так, не забыл ее. Ну, есть надежда, да? Я бы турникены не покупал, купил бы оттуда. Так, дальше давайте пойдем по другой теме. У нас, когда говорили о вот этих проездных на какое-то определенное время, вы сказали, что в пробках это время просто пройдет и все, да? Собственно, была идея некоторые улицы города сделать односторонними, чтобы избежать эти пробки. Тоже вот в этом направлении какая работа идет? На сегодняшний, да, данная идея совместно, знаете, пришла и вам в голову, и нам, и Светлане Васильевичем на эту тему разговаривали. Попробовали мы музейный и административный проезд. Эффект, опять же, и на взгляд жителей, действительно замечательный. То есть уже нет вот пип-пип, да, когда двое встали и разъезжаются, да? И на сегодняшний день определились мы сейчас с улицами, да? Единственное, там, тонкости сейчас прорабатываем с точки зрения изменений маршрутного движения. Мы же понимаем, что это будет односторонка. Тогда нам необходимо будет поменять движение как маршрутных, так и регулируемых. Поэтому мы уже запустим это в летний период. Объясню, почему в летний, когда более-менее уже машин поменьше, посмотрим, как оно это действует. Ну, для примера назову. Что, сюрприз для тем, кто вернется из отпусков? Ну, почему сюрприз? Я думаю, чтобы обкатать просто схему немножечко нужно обкатать. То есть, вот когда возникла тема одностороннего движения, вот тогда действительно, да, Попов дал поручение вашим службам заниматься этой программой, да? То есть, вы прорабатываете и вы формируете какую-то программу или просто это в порядке оперативного решения, да? В порядке оперативного решения, то есть, определили мы сейчас улицы, сейчас игру, вот эти тонкости сейчас доработаем, выносим это на совместное обсуждение с ГИБДД, принимаем решение и работаем. Вот здесь вообще ни копейки не надо. Нет, это чистое администрирование, конечно. И где вы хотите сделать одностороннюю улицу? Ну, назову четыре улицы, да, для примера. Это улицу Чехова запустить поворот односторонне только от улицы Ленина до Профсоюзной, и, соответственно, параллельную улицу Лермонтова от Профсоюзной пустить до Мирова. Это первое. Второе. Улицу Кукуевицкого от перекрестка с улицы Губкина, только в сторону набережной и, соответственно, улицу нефтяников и энтузиастов, а энтузиасты так односторонние, только в сторону улицы Губкина. Затем между котельной номер 1 и 2, как вы знаете, базой СПОТО, там, где у нас сейчас пешеходная зона, где в сутки проходит три человека всего. Там же это вот возле Кукуевицкого. А это у нас между Кукуевицкого и улицей нефтяников. Да, там есть такой кусочек. Открыть проезд для кругового движения. То есть, если вдруг промахнулся мимо... Для кругового одностороннего движения. Совершенно верно. Так. Плюс выезды со дворов. То есть, если на улице Чехова, соответственно, выезжаешь со двора, будет только поворот налево. Въезд в этот во двор, именно через эту же внутриквартальную проезд запрещен. То есть, вот это наподобие, и мы попробуем создать и одностороннее движение на три квартала. Хотя бы, по крайней мере, с одной стороны и выехать с другой. Но эти проезды должны быть параллельны. То есть, не было у нас, так называемых, ограничений. Людям по спирали могли двигаться. Совершенно верно. Поэтому мы это обязательно будем делать. Небольшие такие участки, да, можно сказать? А в планах есть какие-то более такие широкие магистрали? Ну, те же «30 лет победы» и «Университетская»? Ну, вы имеете в виду... Ну, две параллельные улицы, да, и, в общем-то, забитые. Вы знаете, вот, надо дать должное, с запуском университетской «30 лет победы»-то поменьше стала загрузка. То есть, вначале у нас... Университетская сама просто перегрузилась, да, и она вот сейчас от перегрузки с Ленина до туда, до Ледового дворца просто стоит на самом деле. Ну, мы для этого сейчас и будем проводить научно-исследовательские работы именно по регулированию дорожного движения. Куда? В том числе и включим наши, которые не требуют денег. Ну, давайте так. У нас у всех есть специалисты, да, в данном случае меня в подчинении, которые следят за дорожной деятельностью. Ну, вот, я вам привел только четыре улицы, да, мы достаточно большое количество будем переводить на односторонние движения, чтобы посмотреть. Есть у нас идея, сейчас прорабатывается, ну, воплощение, ну, я не скажу, что даже с 15 на 16 год. Вот, это разбить по микрорайону город Сургут, и где будет запрещен левый поворот. То есть, идей достаточно много, мы их сейчас прорабатываем. То есть, односторонние движения, это не панацея. У вас схемы какие-то уже вот на бумаге нарисованы, чтобы можно было опубликовать. Вы можете нам дать? После только согласования с ГИБДД. Я понимаю, потому что если ГИБДД не согласует, то смысл. Ну, а там портовала, как всегда, да, администрация, ничего не выполнена, я бы не хотел, чтобы это было. А от простых граждан вы предложение воспринимаете на этот счет? Да, пишут, но не так много, но пишут, да, есть предложение, что вот эту запустить. Вот эту запустить. какой-нибудь такой, проектик, допустим, людей, да, предлагают. А по срокам, опять же, это какие? Летом, с 1 июня. А, с 1 июня. То есть, можно в этом, эта информация уже более-менее... Вот можете сослаться на меня, я говорю, что мы, я планирую, в данном случае, как руководитель... Я слышал, что господин Пелевин предлагает тоже с лета часть улицы Ленина, вот про которую у нас Дмитрий Щеглов писал, от памятника основателям до вот этого кольца перед Авророй, Сити-центром, да, сделать пешеходный, Сити-центром, сделать пешеходный по выходным дням. Разорваться такие планы? Проговаривать сейчас почему, я сразу объясню, какие здесь возникают сразу проблемы. Улица Ленина очень загружена в части пассажирского автотранспорта и медавтобусов, маршрутных такси. Мы их тогда будем вынуждены с вами, так называемые, изменять маршруты на выходные дни и включать по параллельным улицам. То есть, у нас сразу с вами уходит часть Дзержинского набережная. Параллельно там уходит, ну, на Бажова нельзя, это мира Островского, да, то есть, чтобы мы Майская, там, чтобы мы вышли, как бы опояслили, да, это кольцо. Возьмем тут же набережную. Просто у нас способность набережной Ленина несопоставимы. Причем по набережной ездят и свои маршруты. Вот чего я беспокоен, да, о том, что просто на параллельных улицах, как бы, как дублеры, которые мы можем использовать, там просто встанут. Особенно в выходной день, когда жители ездят по магазинам, все мы с вами понимаем, да, и если они, допустим, не используют общественный транспорт, в рабочее время, да, доехать куда-то, то выходные всегда достают, садятся там из гаража, выгоняют свой автотранспорт, и возникнет коллапс. В выходные дни у нас и так с вами, ну, ситуация, если честно, я бы сказал так, неплачевная, но уже близится к этому времени. Поэтому вот здесь я бы не был столько июльичным, все, идея, конечно, хорошая. Мы должны понимать, к чему это может привести. Вот я думаю, с точки зрения, опять же, тем же жителям оказания услуг в виде общественного транспорта. Ну, даже без перекрытия, кстати говоря, у улицы Ленина, это Ленина, там достаточно места для того, чтобы параллельно пешеходную зону организовать и просто убрать оттуда транспорт, убрать этот Шанхай, который, ну, по вывескам, там чисто Китай, по-моему, вообще просто, ну, по оформлению. Да, можно, кстати, оставить общественный транспорт по Ленину только на выходные дни и убрать весь прочий транспорт, правильно? Вот, и оставить одну линию для общественного транспорта, для пешеходов сделать там какой-то, я не знаю, что там предполагается, вернисажи какие-то, да, ярмарки, для чего это все делать? Мы предполагаем сейчас там, где у нас напротив Альбатроса, по той стороне, где будет нефтегазбанк, ну, Ленина, 46, иначе говоря, дом. Там, где был, да, иначе, да, по старинке. Там у нас будут находиться парковки, оградить территорию именно для пешеходов, в противоположную, соответственно, в сторону, чтобы там машины не стояли. Ну, парковка будет без забора и без всего, это просто парковочный автомат, да? Без шлагбаумов, без этих всех, опять, атрибутов зоны, да, когда надо отделять. Ограничения в любом случае будут, то есть будут установлены турникеты, чтобы у нас с этой парковки, где напротив узла связи, вот так не выезжали подряд, то есть должно быть определенный выезд. Ясно. Это именно с точки зрения только транспортной безопасности. А парковочные пространства, мы подходим, да, я понимаю, к этой теме. Вы разрабатываете вообще тоже, занимаетесь этой проблемой? Будут ли в Сургуте парковочные пространства, во дворах, вдоль дорог, так, чтобы люди могли в парковочном автомате взять там квиточек, положить себе на лобовое стекло и идти... Либо карты. Может быть, карты, да. Создать карты. Да, занимаемся, и в данном случае я являюсь председателем комиссии, соответствующие вышли в законодательные акты вот с января месяца. На сегодняшний день мы сейчас определили 23 площадки, которые можно использовать под парковочное пространство. Сейчас отрабатываем их с точки зрения наличия там сетей. Понятно, да, что мы должны получить согласование для того, чтобы заасфальтировать. И мы планируем в этом году уже 2-3 сделать. Одну, я вот пример приведу, очень хорошая площадка, это Комсомольский проспект. Это между магазином «Москва» и 2 этажками. Если знаете, там 2-3 этажки, там хаотично ставят машину. С точки зрения сетей посмотрели, там ограничений никаких нет. То есть, вот это как бы так, первая такая площадка. Дальше что будет делаться? Мы сейчас, ну, можем сказать, не будем перемежевывать, ну, то межевание, которое Владимир Алексеевич Браташов делал в 2006-2007 годах. Мы сейчас, с учетом тех изменений, которые были ненесены, мы сейчас заново этого будем ставить на кадастровый учет уже сами, так как это наши теперь полномочия, и, соответственно, нам делегировали. Мы будем за собственные средства, то есть за счет средств вместо бюджета, ставить придомовую территорию на кадастровый учет. На этой комиссии мы определяем, где у нас с вами все-таки получаются белые пятна. Если эти белые пятна по объективным причинам должны относиться к придомовой территории, то они будут относиться к придомовой, поставленную на кадастровый учет. Если они, вот по логике вещей, не должны относиться к придомовой территории, тогда у нас, так называемые, образуются белые пятна. Мы уже смотрим вместе с Комитетом природопользования и экологии, что можно, как их можно использовать. То есть, тогда у нас три варианта. Первое. Сделать мини-скверик. Какой-то для жителей. Иначе говоря, ближайшие дома могут всегда выйти. Обыкновенная скамеечка, некоторые рябинки и так далее. Что-то то, что радовало бы глаз и зимой не могло туда заехать. Кто-то не мог там поставить машину. Либо, если позволяет площадь и позволяет отсутствие сетей, либо каких-либо ограничений, сделать так называемое парковочное пространство. Вот это мы планируем. Я понял, что под парковочным пространством вы подразумеваете некие свободные от использования в данный момент территории. Это вот то, что на сегодня. Теперь про будущее. При проектировании новых дорог, именно в красных линиях дороги, чтобы это был единый комплекс, при проектировании мы планируем именно дополнительно установить парковочное пространство. Я хочу вот какой вопрос задать. Не обязательно парковочное пространство, это создание новой, буквально парковки. Парковочное пространство, опять-таки, ссылаясь на опыт уже в том числе Москвы, хотя я больше предполагаю, вспоминая опыт европейских стран развитых. Парковочным пространством являются даже выделенные полосы на существующих дорогах, где, ну раз уж ты хочешь припарковаться, пожалуйста, только делай это не бесплатно. Вот несколько ярких примеров, где, с моей точки зрения, уже можно просто зарабатывать бюджету деньги, да, проезд советов, по которому все ездят к вам туда, в городскую администрацию на работу. Вот, одна полоса этого проезда всегда заставлена машинами жителей соседних домов. Да и нашими работами. Ну, вероятно, поставьте парковочный автомат, ну или сделайте это, вот полосу, раз уж она по факту так используется, парковочным пространством, вы получаете там с каждого автомобиля, там с каждого часа, там 40-60 рублей. Вот, и вы хотя бы уже, ну, организовали, да, вот эту парковку. Любая территория перед Сургутнефтегазом, перед Газпромами нашими, да, особенно этот поворот с улицы Ленина направо на Ингельс и туда же в городскую администрацию. То есть заставлено бесплатно совершенно и в общем-то незаконно, потому что сейчас там еще и под знаками стоят машины, поставьте парковки, парковочное пространство организуйте, пусть они вам платят. Ну, естественно, там значительная часть автомобилей просто исчезнет, вот, они поймут, что им экономически невыгодно так делать. Но тот, кто хочет стоять, он будет парковаться и давать вам доход. Вот, и именно по такому же пути пойти внутри дворов, то есть какая-то часть уже существующего заасфальтированного пространства, она уходит под организованное парковочное место. Ну, вот, люди там имеют право ставить свою машину, если они там прописаны живут, это как раз-то самая парковочная карта, да, там, которая дается там, ну, там, на год, там или на сколько, вот. Либо, если я приехал в гости, пожалуйста, вы мне покажите, где тут парковочный там автомат, я взял этот свой талончик и могу за свои деньги ставить свою машину. Вот такой формат вы предполагаете внедрять? И такой формат тоже будет, это, так называемое, то, что действующее, да, исходите из реалии, не говорю про перспективу по вновь строимую дорогу, мы это тоже предусматриваем, но, вот, вы живой пример появили, о том, что вот, где уже стоят машины, там их и используют, ну, в априори они там стоят. Ну, и все, да, где-то их надо выгонять и делать проезд. Я к чему-то, да, действительно, там, мы знаем же с вами, с учетом, что хоть одна машина, да, один ряд стоит, уменьшается количество пропускной способности самой дороги, то есть мы возникаем те же пробки. С точки зрения целесообразной мы тоже это смотрим. Где можно ставить подпарковочную пространство, а где нельзя, то есть ни в коем случае вообще машина не должна ставить. Безусловно. 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 Но для того, чтобы с той же территории, допустим, выгнать, мы, как город, обязаны предлагать всегда альтернативу. Это по-русски, да, запретить, но при этом никакой альтернативы не предложить. Не, не по-русски, это по-нормальному. То есть городская территория не должна обходиться, предоставляться в бесплатное пользование, как бы, то есть за все люди платят. Мы платим налоги, да, мы там еще... Нет, Тарасович, вы немножко не про то сейчас говорите, еще раз поясняю. Для того, чтобы поставить запрещающий знак, остановка запрещена, но при этом мы понимаем, что на территорию постоянно ходят люди, нам нужно создать альтернативу, да, платную парковку. То есть найти место, установить, а к тому, что сначала нужно создать альтернативу для жителей, а потом уже вводить запрещающий знак. Нет, ну разумеется, об этом и речь. Ну просто вот вы говорите, что вы будете там пятна осваивать. Это опять такой достаточно экстенсивный способ, да, вот решения проблемы. Вот, в результате весь город будет закатан в асфальт, и вот эта тема, недавняя возникшая, с парком аттракционов в районе НГДУ, где якобы хотят их снести, сделать там парковку для нефтяников, а сам парк куда-то в кедровый лод перетащить. Ну то есть, ну так, понятно, мы весь город можем заасфальтировать, и он будет уставлен машинами, и потому что парковки как бы нужны. Но, ну согласны, что белые пятна, можно это использовать хорошо. У нас... Нет, вероятно, да, конечно, то есть как вариант, как один из вариантов. Где-то должны быть парковки просто такие вот дешевые, да, человек поставил машину, там пошел пешком 2-3 квартала, там, на работу. Ну, а то там от других факторов немножко зависит. Ну, потом, если есть пастырь, ну пусть он поработает парковкой какое-то время, ничего страшного. Если он в априори, там, у нас нет никакого покрытия, просто машина ставит, то, может быть, за это, в том числе и пополнение бюджета местного, мы же понимаем, что это все к нам. А здесь именно вот эта плата будет поступать только исключительно в местный бюджет. Тем самым, извините меня, за эту копеечку можем лишний там двор благоустроить, поставить там детскую площадку. Нет, это логично. Человек покупает машину, он знает, что он несет расходы. Он же покупает бензин, а мы же его бесплатно не заливаем. Я его числе, он должен понимать, что... Машина стоит на муниципальной земле, она должна ставить по какому-то правую основанию. То есть, как бы это ни было печально, даже для меня, как для владельца, но я понимаю, что в Европе я не возмущаюсь по поводу того, что меня заставляют непрерывно платить за парковку. То есть, бесплатно машину там поставить, можно где-нибудь только в лесу, да, и то вряд ли. Так, ладно, давайте заканчивать разговор. Есть несколько вопросов, таких разрозненных, которые не попали в... Ну, один из них, кстати, вот немножечко сопряжен с предыдущей темой, с новым зданием департамента, на Гагарина, которое, да, собственно, некоторые наши язвители, читатели интересуются, где будут... Я объясню, почему я объясню. А где будут парковаться работники, когда они переселятся в это здание? А кто назвал это здание и вообще именно... Ну, я понимаю, что вы говорите... Ну, оно просто ассоциируется с... Ну, почему ассоциируется? Там сейчас будет семь структурных подразделений администрации города, из которых, если конкурс... Если в данном случае победит это здание в конкурсе, ну, максимум, что, чего, может быть, у меня будет, это один этаж. Поэтому говорить, что здание это департамент городского хозяйства... Ну, в принципе, да, наверное, и Маяковского 15-го считают, что департамент городского хозяйства. Почему, да, потому что Маяковского 15-го считается, что, да, там департамент городского хозяйства. Хотя там, конечно, там очень много других, но, в первую очередь, вот, это как в торговых центрах, да, якоря есть. Вы якор, вы якор на арендах. Вот, ну, поэтому, собственно, и вопрос к вам. А где будут они парковаться? Там есть место. Ну, во-первых, я не знаком, сколько там парковочных мест, еще раз говорю, давайте так, дождемся, когда пройдет аукцион, кто выиграет. Ну, в общем-то, можно же не сомневаться в том, кто его выиграет. Значит, будут... Почему нельзя сомневаться? У нас все открыто, конкурс кто выиграет, кто ты выиграет. А больше такой площади зданий в Сургуте нет? Я не участвую в этом конкурсе, поэтому я, как бы, не буду отвечать, то, что не ко мне относятся. Где будут парковаться, будут пользоваться общественным транспортом. То есть, никто не заставляет подчиненных, ну, в данном случае, моих департаментов городского хозяйства, есть обязательно автомобиль. Чего вы решили? Велосипед. Роман Иванович у нас молодец. По субботам на велосипеде мы с ним встречались. Он сказал, планерки проводил, поэтому... Так, далее. Накануне нам в редакцию звонили жители дома по университетской 11. Вот. Они просят вас лично, видимо, уже разобраться с вопросом о бродячих собаках. Потому что обращались в разные службы, но почему-то никаких движений так и не было. Вот. Там, как мне сообщила Сургутянка, достаточно много бродячих собак. Которые уже начинают пугать детей и уже, не дай бог, конечно, что-нибудь случится. Ну, это вот... Не, ну, это в рабочем порядке. Не вопрос, да, а просто обращать. Да, просто меня набрать, пусть в данном случае жительница скажет, когда конкретно обращалась, чтобы... А так, еще раз говорю, есть соответствующее муниципальное предприятие, которое занимается отловом, и они обязаны. Заявку принимайте, отрабатывайте ее. Если есть какие-то недочеты, они есть у всех. Я не говорю... А собак меньше стало в Сургуте там? Или больше? По сравнению с годом назад, два года назад? Вы знаете, как любое животное, да, если слушать... Мы встречались с Сургутским государственным университетом соответствующим, да, которые там биологи и так далее. Если мы что-то уменьшаем, то они, соответственно, на такое же количество восстанавливаются. Поэтому говорить, что их меньше, посчитать их всех невозможно. Я вот так скажу. То есть, в данном случае, естественно, их отлавливаем, потому что повторение десятого года, не дай бог, я просто не имею права допустить. Ладно, следующий адрес Лермонтова, 11, дробь 2, там людей беспокоят три спутниковые тарелки, которые качаются и, видимо, устрашают как-то. Ну, собственно, вопрос, кто их должен демонтировать и когда это произойдет? Мы их демонтируем за бюджетные деньги в этот летний период. В прошлом году, с учетом процедур, смогли выделить деньги только в ноябре месяце. Понятно, что они были возвращены обратно бюджетом, и в этом году мы их демонтируем. То есть, теперь нам просто верить, чтобы они не упали до лета, ни на кого? Ну, я имею в виду, до лета мы их... Ясно. Ну, и последний вопрос по остановочному комплексу парка энергетиков. Собственно, вопрос у людей, кто наведет порядок. А, ну, вот я его имел в виду, видимо, он так называется, да? Да, ну, то есть, там все, говорят, стекла разбиты, мусор, хулиганы и так далее. Данный остановочный павильон не является муниципальным, он сдан в аренду. На сегодняшний день, я проясню, но, насколько у меня информация есть, что сейчас расторгаются договоры аренды данного земельного участка под представлением остановочного павильона, ну, похоже. А, ну, если такой период без времени, да, и ни те, ни другие, да? К сожалению, да. Ясно. Так, ну, собственно, вопрос... Нет, там же был вопрос еще про Сервис-3. А. Вас там обвиняют в какой-то... Да, я не совсем понял, да, но что-то, да. Вас обвиняют в взятую. А можно такое, вот, я тоже не в теме, и не могу... А можно, я тоже читал... Я когда-то, вы подарили кому-то два дома, что это значит? Два дома в управлении, я это думаю, вы же не можете подарить жилой дом, да? Я могу прощать. Вы не старожук? Так. Не старожук тоже, наверное, никому не подарит, просто так, двойник. Под именем Алексеев Сергей. Я получил от вас в подарок два дома по Захарова, Иван Захарова, в жилищном комплексе взлетный, премного благодарен. Правда, у меня другие интересуются, за какие заслуги, безо всякого на то законного основания, мне делают такие подарки, что мне им отвечать. Видимо, кто-то вас подкалывает, да? Ну, естественно, я хотел бы тоже понять, как это я смог бы. Ну, то есть, хорошо, если попытаться понять смысл, возможно ли отдать что-то, это как, без конкурсов может проводиться? Это нереально. Нереально. Нет. А с сервисом 3 какие-то у вас хорошие, плохие отношения? Я со всеми управляющими, я даже не понимаю, о чем суть идет речь, то есть, по этим улицам там новостройки. Мы ни один открытый конкурс не проводили по нему. Поэтому, ну, это вот. А чтобы зайти куда-то, какой-то управляющий компания, она должна через муниципальные всякие конкурсы пройти? По новостройкам мы запрашиваем у застройщика технические данные для того, чтобы провести открытый конкурс. Ясно. Поэтому мы сейчас готовим только к открытой конкурсу. Ну, вот, у нас завтра выйдет номер праздничный, 8 марта, и мы публикуем фотографию жилья, нет у тебя, Юра, тот, вот, в котором живут дворники сервиса 3. Сейчас попытаемся вам показать, вот, ну, в таких условиях. Ну, вопрос к руководству сервиса 3. Ну, то есть вы можете, как бы, вот, сейчас после нашего эфира им чего-нибудь там хотя бы попенять. Как они содержат? Ну, конечно. Ну, унитаз, умывальник и кровать в одном помещении. То есть это как бы так, немножко на тюремную камеру смахили. Так. Ну, собственно, все. Спасибо. Да. Ждем продолжения. Да. Благодарим. То есть мы встречаемся примерно где-нибудь через месяц, да, полдавка, да. И вы расскажете про систему. Ну, наверное, расскажу уже об окончании, скажем так, зимы, да. Окончании зимы, и вы должны приехать из Москвы, где вы будете. По лицензированию, совершенно верно. Да, 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 да. И, я могу рассказать для жителей, потому что это всех волнует. У нас с вами на сегодняшний день это очень острый вопрос. И мы тогда все-таки, знаете, о чем еще поговорим? Там начнется новый сезон дачный, и вот, раз уж будет лицензирование, да, вот, развитие возможной маршрутной сети общественного транспорта. То есть вот мы, по-моему, с Владимиром Базаром разговариваем эту тему. Предполагается ли нет создание сквозных маршрутов, да, такие вот, которые... Ну, базовые маршруты, да, которые там город пересекают, там все-таки уходы, маршрут на сети, там, наши безлежащие поселки, ну и так далее, и тому подобное. Дачники пресловутые, да, которых надо куда-то возить и вывозить. Система будет, если говорить, такова, да, которую мы отрисовали еще год назад. Разделим город на три части. Ну, я понимаю, что не нужно. На три части. Да, на три части, и любой город, да, как бы нормально, да, это как живой организм, да, все должно быть адекватно. То есть, мое предложение, я как это вижу, да, в городе должно быть по кругу, как бы так, принцип метро, ходить большого класса автобусов, среднего и большого класса, создать узловые точки, которые будут соединять эти три территории города. У нас они исторически есть, это Запад, Центр и Восток. А вот соединять уже, скажем так, с рэперной точки, да, периферии, значит, там 1Z можно использовать, вот там уже автобусы малого класса. То есть, малого класса в Центре не должно быть. Не должно быть. Нет. То есть, у нас внутри, ну, скажем так, круговое движение, это у нас с вами большого и среднего класса, а вот соединяющие, когда можно из точки А до точку Б, да, доехать, не пересаживаясь, это как бы как артерии пошли уже. Ну, вот есть о чем поговорить. Так, ну что, ждем следующую встречу. У нас был в гостях Вадим Кочетков, глава департамента городского хозяйства. Вот. Большое спасибо за беседование. Спасибо. И всех, да, с наступающим праздником. С праздником. Да, до свидания. Спасибо.